Бедный Щелкунчик Семиголового сына Мышилли И во-вторых, если, несмотря на уродство Щелкунчика Его полюбит добрый девушка Если Щелкунчик и в самом деле храбрец Он не станет особенно церемонится с Мышиным королем И вернет себе былую красоту Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно А почему у него нет сабли, Крёстный? Почему ты ему не дал саблю? Ну, ты неугомонный. Сабля щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, где хочет. Ну, бери своего щелкунчика, Мари. Он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо-живо. Крёстный, я теперь знаю, что щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмейр. Отчего же ты не поможешь ему? Может быть, ты и права, Мари. Может быть. Но знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти его. Много придётся тебе вытерпеть. Ведь мышиный король стережёт щелкунчика на всех путях и дорогах. Будь же стойкой и преданной, Мари. Приближалась полночь. Ушёл господин Дроссельмейр. И в комнатах потушили свечи. И только одна Мари сидела у ёлки, покачивая на руках щелкунчика. Было тихо-тихо. Слышалось только, как легко, мелодично позванивают стеклянные колокольчики на ёлке. И Мари чудилось, что кто-то возле неё напевает колыбельную песенку. Может быть, это пели стеклянные колокольчики на ёлке. А может быть, снежинки за окном. Ведь они так и не переставали кружиться весь вечер. Только, словно немного приустав, уже не резвились в весёлом танце, а порхали медленно и плавно. Белоснежный, пушистый, мягкий. Снежинки танцевали свой снежный танец. Да-да, дружок, танцевали. Ведь сейчас ночью их никто не видел. Никто не мог помешать. Они танцевали и пели. Право же, пели. Мари была уверена в этом. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Она всё слушала и слушала их пение, тихонько покачивая на руках щелкунчиком. КОНЕЦ КОНЕЦ